Об усадьбе Суханова, как о бывшей небольшой царской вотчине, включающей Лопатины и Бобровы, известно еще с XVII века. Именно тогда первый русский император Петр I подарил Суханова своему помощнику Тихону Стрешневу. Позже владельцем усадьбы стал Петр Михайлович Волконский. Именно он привел лучших архитекторов для работ по обустройству Суханова – Карла Росси, Василия Стасова, Дементия Жилерди. Но не все шедевры великих архитекторов того времени дожили до наших дней. Очень многие строения Суханова погибли в 1917 году. В огне переворота уничтожили пристань, павильон Эрмитаж, катальную горку, сфинксов, расположенных у пруда, усадебную церковь. Сейчас, к великому сожалению, разрушение усадебного комплекса продолжается. Что думают по этому поводу видновчане? Нужно ли сохранить эту страницу истории для потомков? С такими вопросами мы вышли на улицы города. Если это исторический памятник, а Суханова – это исторический памятник, то, естественно, его нужно восстанавливать. Средства, если нет государства, то спонсорская какая-то помощь. Это история, поймите, историю нельзя. И кто от истории отказывает, тот не человек уже. Тогда начинаются очень плохие дела. Историю надо с уважением относиться к своим родителям. Это как наше наследие для людей. Просто, я считаю, едешь и интересно смотреть за роги на это все. А если кто на экскурсию, то, я считаю, что это надо. Я думаю, что с точки зрения культурного наследия, конечно, нужно восстанавливать. Если найдутся на это средства, было бы замечательно. Хотелось бы видеть ее туловую садьбу, которая была у нас до 17-го года. Потому что, по историческим данным, там была великолепная усадьба. Все было. Хороший место отдыха. Я там был лет 20 назад, отдыхали мы. Там было хорошее озеро. Все было великолепно. А сейчас даже озера там нет или брод, что там было. Так что желательно вернуть туловую садьбу, которую наши дети, наши ноги могли съездить туда. И там спокойно отдохнуть. И хотелось бы, чтобы там все-таки реставрировали все, чтобы могли там гулять мы, наши дети, ну и все жители нашего города. Вот такая жемчужина, как Сухановская усадьба, обязательно должна быть сохранена. Она должна развиваться в том плане, что там должен быть порядок. Может быть, как-то систематизировано посещение этих людей. Но терять это ни в коем случае нельзя. Нужно в первую очередь хранить его, чтобы дальше не загаживали и не разрушали то, что есть. Потому что люди, которые просто приходят гулять, они оставляют мусор. Третьего дня мы видели какие-то люди на черных машинах со своими семьями. Приехали на этой центральной части, вот перед красивым зданием, расположились там. Пили, ели, гуляли. Это же как центр культуры. Там жили великие князья. И Голицын жил, и Пушкин даже приезжал туда. Конечно, нужно. Это наша история. Это просто необходимо ее восстанавливать. Так я считаю.